Добрый вечер, уважаемые коллеги. Большое спасибо организаторам конкурса за такую интересную сессию. Отдельное спасибо Светлане Александровне. Если так много людей остается к концу рабочего дня, наверное, сессия действительно была интересная и день удался. Большое вам спасибо. Но сегодня, как бы завершая день, мы поговорим о тактике ведения пациентов с рецидивами. Я не буду представлять наш собственный опыт, а постараюсь представить просто общую концепцию ведения рецидивов. И, конечно, мы будем говорить о лечении рецидивов группы высокого риска, которая является наиболее сложной проблемой. И, начиная свой доклад, я хотелось бы остановиться на терминологии определения, что такое рецидив и что такое прогрессия заболевания. Потому что, когда мы делаем доклады из разных центров, мы должны чутко понимать, о чём мы говорим. Наиболее часто то, что употребляется термин рецидива, это развитие любого события с пациентом с полным ответом. Но, читая научные публикации, мы видим, что, например, группа итальянских учёных под руководством Горовента была опубликована работа, где под понятием рецидив использовалось появление какого-либо очага у пациентов, достигших полных и очень хороших частичных ответов. Поэтому, когда мы представляем свои данные, должна быть чётко указана в начале работы терминология. Ну и, конечно же, лечение рецидивов является очень сложной проблемой. Вы видите, что 10-летняя общая выживаемость пациентов после рецидива не превышает 20%. Эти данные представлены популяционным исследованием, не одноцентровым, это регистр, итальянский регистр. Поэтому эти данные для нас очень важны. И данные немецкой группы по изучению нейробластомы, то, о чём мы сегодня будем говорить, указаны красными стрелочками, это рецидивы у пациентов группы высокого риска, которые могут разделяться по локализации на локальные, метастатические и комбинированные рецидивы. Прогностическими факторами является время от первичной постановки диагноза до развития рецидива. И раннее развитие рецидива в первые 12 месяцев является крайне неблагоприятным маркёром. Ну и, конечно, биология опухоли, возраст пациентов и стадия четвёртая с метастатическим поражением костного мозга являются неблагоприятными факторами в дальнейшем. Первым вопросом, когда мы подступаем к разговору о рецидивах заболевания, является план динамического наблюдения для пациентов группы высокого риска и при ряде других солидных опухолей было показано, что неважно, какая опухолевая масса выявляется на момент констатации рецидива, это не влияет в дальнейшем на дальнейшую выживаемость. Поэтому разные центры используют разные подходы к динамическому наблюдению пациентов группы высокого риска, и это тоже необходимо учитывать. В момент констатации рецидивов в обязательном порядке проводится рестадирование, о чём я расскажу в дальнейшем, проводится оценка терапии первой линии её токсичности, обязательно участие в привлечении всего ряда специалистов и хирургов, и учевых терапевтов, и биологов, и, конечно же, необходимо проводить очень честные разговоры с семьёй, им объективно и честно рассказывать о перспективах, о том, какие методы существуют в Российской Федерации, и какие клинические исследования есть в зарубежных странах, и, конечно же, чётко их информировать о токсичности химиотерапии и о эффективности противорецидивной химиотерапии. Рестадирование должно в обязательном порядке включать в себя не только компьютерную томографию грудной и брюшной полости, но и магнитно-резонансную томографию для констатации ценнострицидивов, о чём сегодня уже были доклады, выполнение синтеграфии с МИБДЖ и ПЭТКТ для пациентов с МИБДЖ негативными опухолями, выполнение костномозговых пункций с трепанобиопсией, и важным этапом является при наличии субстрата, какого-то локального компонента, выполнение на первом этапе биопсии опухоли для изучения не только клональной эволюции, но и определения маркёров для дальнейшей таргетной терапии. И уже, наверное, мировое сообщество приходит к тому, что формируется определённый план, стратегия терапии рецидивов. Она примерно такая же, как терапия первичной инициальной группы пациентов высокого риска, а именно индукционный этап с включением разных курсов и разного количества курсов химиотерапии, этап консолидации с использованием разных подходов трансплантации и разные моменты постконсолидационной терапии. Но наиболее я не буду останавливаться на всех химиотерапевтических режимах, которые могут использоваться. Расскажу лишь о некоторых препаратах, которые наиболее широко используются при лечении рецидивов заболевания, а именно топотекан и иринотекан. Здесь представлены основные моменты, основные комбинации топотекана с целым рядом других химиопрепаратов, используемых разными научными группами, и пример на ответ, которые были получены. Но наиболее известные схемы здесь сегодня были представлены, и вам все знакомы. Это режим ТВД, используемый группой СИАПН, и курс ТОТЭМ, топотекан с тимозоламидом, который мы также широко используем в своей практике у пациентов с рецидивами. И в отношении Ирины Текана есть работы французских и коллег из Великобритании, когда Ирина Текан использовалась в монотерапии, и у 13% пациентов удалось добиться стабилизации, либо комбинации Ирины Текана с тимозоламидом. И в настоящее время европейской группой СИАПН проводится исследование биокон. Я любезно взяла слайды, которые предоставила на 3-й школе по эмбриональным опухолям Василиус Пападакис, где он продемонстрировал опыт группы СИАПН. И здесь в рамках этого исследования проводится сравнение нескольких режимов. Это монотерапия тимозоламидом, комбинация его с бивоцизумабом и Ирина Теканом. И на конференции АСКО, которая прошла в этом году, совсем недавно, были представлены предварительные сравнительные результаты монотерапии тимозоламидом и в комбинации с Ирина Теканом. И вы видите, что два препарата, они не давали улучшения ответа. Но дальнейшие работы по этому протоколу будут продолжаться. Сколько же проводить курсов индукционной терапии? Зависит от того, какие курсы вы используете. Какой объем терапии больной получил для этого? Обычно стандартно используют, если это интенсивные курсы, например, ТВД, около четырех курсов. Если это менее интенсивный курс Ирина Текан с тимодалом, возможно, использование до 12 курсов с оценкой ответа каждые три курса. И при улучшении ответа возможен переход на этап постконсолидационной терапии. Еще хотела бы представить исследование Веритес. Это тоже европейская группа Сиапен. Тоже об этом говорил Василий Успопадакис, и сегодня об этом говорил Денис Юрьевич. Это не только для пациентов групп ультравысокого риска с рефрактырным течением нейробластома, но и с пациентов с рецидивами. Но подробно не буду на этом останавливаться. Денис Юрьевич уже об этом говорил. Подходы к локальному воздействию. Это хирургическое лечение. Мы всегда стоим на том, что если есть возможность, есть какой-то мягкотканный компонент, это выполнение хирургического этапа либо на момент констатации рецидива, либо отсрочена. И вопросы о лучевой терапии. Здесь, конечно, должны учитываться моменты, если мы говорим о ложе первичной опухоли, проводилась ли лучевая терапия в первой линии и развился рецидив в облучённом поле или нет, какие ранее использовались дозы. И лучевая терапия на метастазы. Здесь необходимо учитывать, да, локализацию метастазов, их количество. Иногда лучевая терапия выполняется с палеотивной целью, для того, чтобы уменьшить костный болевой синдром. Таргетная радиоизотопная терапия – это возможность использования в рецидиве МАБДЖ терапии в комбинации с радиосенсибилизаторами. Иногда МАБДЖ терапия может использоваться с палеотивной целью, тоже для уменьшения болевого синдрома. Но пока МАБДЖ терапия не является стандартом лечения пациентов в рецидиве. И есть уже первые данные, опубликованные, использование лютеции у пациентов, у которых имеются очаги при проведении сцентографии с галием. И у ряда пациентов был получен ответ на эту терапию. Но это пока тоже начальные работы. О этапе консолидации и использовании роли трансплантации. Сегодня об этом частично говорил Илья Викторович. Я лишь немножко суммирую и подытожу, что профессор Ланг из Тюбингена показал, что габлотрансплантация в рецидиве эффективна у пациентов, которые имеют полный ответ, и, конечно же, в комбинации с иммунотерапией. И роль иммунотерапии была продемонстрирована тоже в этом году на АСКО, когда в комбинации с интерлейкином профессор Роду показал эффективность у пациентов с рецидивными формами нейробластомы. Более чем 50% пациентов удалось добиться ответа. Ну и, конечно же, вопросы к таргетной терапии. На конференции НАДГО мы представляли опыт нашего центра. Наталья Александровна Андреева показывала опыт нашей научной лаборатории под руководством ДРОИ об оценке статуса ИУК у пациентов с рефрактерными резистентными формами, когда определенную мутацию дают надежду на использование таргетной терапии кризотенибом. Здесь представлены некоторые международные программы, которые основываются на оценке молекулярного профилирования опухолей и на основании этого разработка таргетной стратегии терапии рецидивов или рефрактерных форм заболевания. Эта группа достаточно широкая. Вы видите, она включает и молекулярных биологов, и врачей, и клиницистов. И на основании такого общего консилиума и оценки информации можно приходить к тем или иным выводам. Ну и в конце своей работы я бы хотела сказать, что терапия рецидивов должна проводиться в рамках клинических исследований, которые обеспечивают качественный, стандартизированный и регулируемый сбор информации с включением решения этических проблем. Проведение биопсии является, наверное, стандартом введения рецидивов. Долгосрочная выживаемость остается крайне низкой, поэтому необходимо соотношение токсичности и эффективности терапии с учетом индивидуальных особенностей пациента. Это общий план, я вам уже представила, состоит из индукции постконсолидации и постконсолидирующей терапии. И, конечно же, очень сложным вопросом, об этом тоже сегодня говорил Илья Викторович, это пациенты со вторым и последующим рецидивом. Мы пока находимся в начальном пути этой работы, приглашаем всех к совместному сотрудничеству. Двери нашего центра открыты для вас, а все вместе, вот так вот упорядоченно, как муравьи, хотелось бы прийти к каким-то хорошим результатам. Если бы муравьи бегали просто по веткам и перепрыгивали с одной на другой, наверное, у них бы не получилось построить никакие свои муравейники. То есть только четко организованная, четко спланированная работа, честная работа может привести к хорошим результатам. Большое спасибо.